Объяснила. Ладно. Как-то справиться можно, я думаю. Хочу в Мстердам. Я тоже, на самом деле. Я ещё хочу во Францию. В Болгарии, кстати, я никогда не была. Просто ради интереса. Вот. Смотри, прикол. Смотри. Я из Минска. Трэш. Очень много людей. Вау! Спасибо! Мне очень приятно. Кстати говоря, про Китай. Вот я бы хотела на самом деле. Ну просто интересно. Но там проблема в том, что они понимают только китайский. Ну типа они по-английскому мимо. Очень красиво. Спасибо большое. Всё было слышно. Что? Кстати, я сегодня красиво накрасилась. Мне бы понравилось. Ну прям, знаете, так как надо. Правда, прикиньте, что я хотела. О! У меня такой приём случился месяц назад. Я, короче, купила себе тональник. Я, короче, думала то, что, типа, у меня тёплый оттенокожий оттенокожий как оказалось холодный. Я, короче, сейчас пользуюсь тоналкой. Классная тоналка. Вот это. У кого тёплый оттенокожий вот в скринте. И что? Я сейчас хожу, как будто загорела. Хотя бледная, как поганка. А в минске... Как ты думаешь? Тепло. Привет. Боже, я не могу. У меня спина уже, блин. Блин, я так не хочу вас покидать. Вас так много. Мне как-то спать не особо хочется. Сундук! Вау! Нельзя покидать стрим. Мало ли кто-либо скинет. Как дальнейшие перспективы у тебя, что хочешь делать. Честно, я очень хочу танцевать. Мне, короче, нужно определенные проблемы с спиной решить. Вообще, я просто хочу заниматься этим профессионально. Прям профессионально. Не, я бы занималась профессиональным танцем. Но я хочу прям серьезно. Я хочу как отдельная личность существовать. Потому что, типа, я там, ну, не хореограф, не... Как это... Короче, грубо говоря, если прям грубо говорить, я хочу, чтобы меня в танцевальной сфере, типа, продюсировали. Вот. Но это очень дорого обойдется. Потому что, смотрите, это зал. Это абонементы. Ну, конкретно на мое направление, которое я танцую. Это нужно классический танец. Это сам контемп. Да, я в контемп танцую. И так, растяжка еще. И все. Ну, и психолог. Ну, потому что... Такой прикол, когда ты занимаешься спортом, у тебя на самом деле кукуха есть жестко. Вот. Как я это... Подальше сяду. Как я это поняла. Типа... Ну, короче, нездоровая херня начинается. Типа, во-первых, ты не воспринимаешь поражение. Ну, я лично не воспринимаю никак поражение. То есть, ну, типа, что для меня победить? Это либо обойти людей, которые тебя обходили. Да, да, да. Либо первое место. Вот. И мне очень сильно обидно. И меня очень сильно расстраивало. Когда люди, которых я по факту была лучше, там, на прошлом чемпионате, допустим, по себе заразу, меня обгоняют. Вот это прям обидно. Где-то сухие есть? Нет. Ну, и когда ничем не занимаешься, тоже кукуха едет. Да, кстати, факт. Ну, типа, абсолютно точно сказано. Вот. Я в какой-то период вообще ничем не занималась. Ну, просто, типа, я вот помню, у меня был момент в 2020 году, когда вот карантин был, вот эта вся тема, да. Я, короче, просто просидела дома неделю. Потому что я очень сильно боялась. Ну, знаете, типа, у меня было 15. Вот, я очень боялась вот этой всей херни. Я просто решила сидеть дома, все свои каникулы, кстати. Никуда я из дома не выходила. И я реально была будто бы больной. Типа, все, я уже с ума сходила. Я постоянно дрессировала, постоянно. Ну, короче, такая вот вся была. Вот. Потом я вышла на улицу, мне сразу полегчало. О, ты лысая. Конечно. Покажи комнату свою. Ну, как сказать. У меня тут не особый порядок. Ну, как есть. Тут я сплю. Это лямпочка. А, кстати, у меня, короче, здесь стоял стол. Я его убрала. И, кстати, вот эта вот штука от стола. Я его убрала и сделала такой, знаете, как пенальчик. Вот. Я хочу такой беленький купить. Потому что у меня вот этот вот стол, на котором я сейчас снимаю беленький. Кстати, смотрите, что мне подруга подарила. Вот. Я надеюсь, вам видно. Вот. Это, короче, я очень себе такую картину хотела. С какой-то надписью. И она, короче, мне написала мою же фразу. Я, короче, после того, как колледж закончила, я написала вам себя, знаете, вот в этом вот статусе. Типа, это, конечно, все грустно. Но мне нужно мир покорять. Короче, сделала мне эту картину. Мне было очень приятно. И я ее поставила специально в зеркало для того, чтобы там когда краситься, заряжаться на день. Вот эта вот система. Я читала это. Вот. И такая, типа, заряженная была. А вот ты правильно сделала. Ты молодец. А теперь иди спи. Покажи сердечко. Я не знаю, зачем это делать, но... Во, прикольная была. Реально прикольная. Просто вот, ну вот, знаете, еще в чем фишка? Она еще со своим подругом делала такое же. Ну, это такое, знаете, особенное. Потому что это моя фраза, которую я сказала. И мне было очень приятно. Вот. Такие дела. Ну, это прям очень круто. Я очень ценю и очень люблю подарки, которые делаются своими руками. Очень сильно люблю. Ну, типа, особенно если, вот знаете, это внимательный подарок. Я обожаю такое. Какие цитаты можно написать, когда школу заканчиваешь? Хорошая фраза. Типа, это, конечно, все грустно, но нужно мир покорять. Можете меня отметить? Ну, как бы моя фраза, автор, так я права там, да? Вот. Такие дела. Ой, жесть. Что-то как-то опять режим сбиваю. Ну, ладно. Ничего страшного. Ну, я сегодня выспалась, кстати. У меня вообще супер было. Разряжается, родной. Никто ж не заметил, да? Что это за фраза? Вау! Спасибо за розу, Денис. Большое спасибо. Я не услышала. Это все грустно, конечно, запятая, но мне нужно мир покорять. Вот так вот. Ну, это такая, типа... Ну, это такой, знаете, личный инсайдик. Не, можете, в принципе, подписаться на инсту. Там будет эта фразочка. Там подалась и тема. Ну, вот такие, не знаю. О, Господи. Как спереда будет. Я не могу. Знаете, вот эфир заканчивает чисто из-за того, что... Ну, ладно. Не чисто из-за того, что... Ну, просто, знаете, типа... Распиздилась. Типа улицу. Да, я сама...